В эти выходные в районном центре Кобяйского улуса в поселке Сангар состоялось первое выездное заседание председателя правительства республики Евгения Чекина и депутата Государственной Думы России Галины Данчиковой. Подробнее о том, какие вопросы обсуждались на встрече, расскажет Татьяна Владимирова. В начале пребывания в поселке Сангар делегация во главе председателя правительства Республики Саха-Якутия Евгения Чекина и депутата Государственной Думы Российской Федерации Галины Данчиковой посетили 18-квартирный жилой дом, в котором переселены граждане из аварийных и ветких домов, а также здание районной больницы имени Матрёны Тереховой. Далее глава муниципального образования Кобяйский улус район Игнатий Спиридонов ознакомил Евгения Алексеевича с недостроенными и вполне пригодными после реконструкции зданиями в каменном варианте. Таковых в поселке несколько. На примере Игнатий Николаевич предложил бывшее здание Сангарского пищекомбината. Сюда могли бы переехать учреждения, которые данное время работают в ветких зданиях. На заседании президиума правительства Республики Саха-Якутия присутствовали все главы наслегов Кобяйского улуса и руководители учреждений. Глава улуса подготовил доклад о социально-экономическом развитии улуса, озвучил перечень поручений главы Республики Саха-Якутия Егора Борисова и постановочные вопросы, которые требуют скорого решения. Здесь мы прекрасно понимаем необходимость и поддержки прямого участия Республики в социальном развитии с точки зрения развития сети социальных объектов. В целом я хочу сказать о том, что документ получился достаточно взвешенный. Имеется также потенциал и развитие использования водно-биологических ресурсов в организации переработки рыбы, в организации также оленеводческого производства. А в целом перспективы экономики Кобяйского улуса связаны с освоением ангасейского месторождения серебра. В случае поддержки Кобяйский район уверенно перейдет к качественному уровню своего социально-экономического развития. Тем самым появится реальная возможность достижения стабильного состояния, развития разных отраслей, а также улучшения благосостояния населения.